Блестящая карьера, любимая дочь и внук. Певица Ирине Аллегровой за 50 и она не скрывает свой возраст, как и то, что только сейчас почувствовала себя абсолютно счастливой и начала ценить то, что имеет. Ты боишься потерять то дорогое, хорошее, например, что у тебя есть. Этот день, эту секунду жизни. Стать счастливой можно в любом возрасте. Главное – хотеть этого. Доброе утро! Сегодня 29 января, четверг. Как стать счастливой? Где это самое капризное счастье поймать? Готовых рецептов, наверное, и не существует. Но знаете что? Наверное, самое главное – не побояться вовремя сказать себе «сегодня у меня всё только начинается». Ей за 50. Ирина Аллегрова секрета из своего возраста не делает. Сейчас у певицы есть всё. Любимая работа, поклонники. Но главное – семья. Настоящая гордость артистки – дочь Лала и внук Саша. Я как со своей дочерью, как за спиной могу спрятаться. Я всегда с ней советуюсь. Она сейчас очень занимается моими делами. Лариса Долина. Ей завидовали многие. Карьера на взлёте. Любящий муж. Но певица захотела большего. В 43 года она начала новую жизнь. С мужчиной, который на 13 лет моложе её. Музыкантом Ильёй Спицыным. Он вообще в жизни ничего не боится. Поэтому он меня так и привлекает всю жизнь. И привлёк с самого начала. Потому что таких мужчин единицы. У певицы Татьяны Булановой похожая история. В 36 она тоже изменила свою жизнь. Артистка так влюбилась в футболиста Владислава Родимова, что ушла от мужа, с которым прожила 10 лет. В новом браке певица счастлива по сей день. Ради супругу она даже начала заниматься домашним хозяйством. Чего раньше терпеть не могла. Мой второй муж Влад, он очень к этому относится с петильной. Ему нравится, чтобы был идеальный порядок, чтобы там нигде не было ни пылинки. Стать счастливой можно в любом возрасте. И за 30, и за 40, и за 50. Психологи уверены, с годами женщина расцветает. И с пониманием относится к недостаткам избранника. Что немаловажно. Мужчины уже чётко усвоили, что идеализация женщина лишается где-то после 35 лет. То есть она уже предъявляет меньше требований. Она самодостаточная. Актрисе Алисе Гребенщиковой всего 31. Но с точки зрения молоденьких девчонок это тоже серьёзный возраст. Счастье в личной жизни у неё ещё впереди. А пока артистка полностью посвящает себя сыну Лёше. И абсолютно счастлива. Ради малыша она сделала перерыв в карьере. И уехала из шумной столицы в Подмосковье. Всё, что я могла бы отдать зрителям, пока уходит одному единственному зрителю, вокруг которого я вот так вот прыгаю, скачу. Альбине Джанабаевой из группы Виагра тоже за 30. Её сыну Косте уже 4. Она расставила приоритеты так. Сначала ребёнок, потом карьера. Впрочем, личную жизнь она планировать тоже не забывает. Я думаю, что лет через 10 у меня будет... У моего Костика будет братик или сестричка однозначно. А может быть и братик, и сестричка. Психологи говорят, если женщина чего-то хочет, то обязательно добьётся. Любовь, дети, карьера. Всё это будет. Годы мечтам не помеха. Яна Творогова, Сергей Симаков, Первый канал.